Мы в мастерской скульптора лауреата Ленинской премии Льва Ефимча Кербеля. Он готовит свою новую работу к выставке «На страже мира». Творчество скульптора уже многие годы обращено к ленинской теме. Чем больше я работаю над ленинской темой, тем больше она меня волнует. Я вот сейчас работаю над новой композицией «Ленин. Основатель Красной армии». Эта композиция приурочена к 20-летию освобождения от фашизма, к выставке «Гню Победы», которая будет в Манеже. Ну, как выйдет эта композиция, будет видно на выставке. Ну, вот там, когда в 10-м классе я под партой лепил всех этих членов Политбюро, маленькие, очень похожие все, учительница по математике сказала, чем ты там занимаешься, потому что все смотрят, что я делаю. Ну, и выгнала меня из класса. И это было точкой, что я вообще ушел, потому что для меня математика и 10-й класс неинтересный был. И я... Меня послала, значит, комсомольская организация, и очень талантливый и хороший директор школы вызвал меня, говорит, знаешь, ты рисуешь, лепишь, тебе надо на художника. Мы тебе дадим наркомпрос к Крупской, поезжай там, обретешь свое счастье. Ну, вот я приехал голодный, все, нашел наркомпрос в чистых прудах, пошел к Крупской с этими бумагами, которые... Выслушала меня и говорит, вы, наверное, молодой человек, еще ничего не ели. Мне стыдно было сказать, я действительно ничего не ел. Я говорю, ну, я, говорит, вижу, что вы не ели. Она такой листочек маленький оторвала, печать поставила, написала, значит... А в это время приехал знаменитый художник Бродский, который был в то время директором Академии художеств в Ленинграде. Она говорит, вот, знакомьтесь, и просит его, Исаак Израильевич, будьте любезны, вот возьмите молодого человека, сделайте из него художника. Но я очень много посвятил образу Ленина, потому что с шестилетнего возраста я так... Все, что про Ленина сейчас говорят, это вранье, и это просто невероятное вранье. Но для меня это был образ, ну, до сих пор. Поэтому я очень много сделал памятников Ленину по всему Союзу, и памятников Ленина еще сделал за рубежом много. В Москве памятник на Октябрьской площади. Очень не хотелось кому-то, чтобы я его сделал. Но я его сделал, и слава богу, он стоит, и вокруг него сквер сделан, и фонтаны там, место. Единственное место, где могут люди сидеть и отдыхать на этой площади, потому что это была ужасная площадь. Ну, и потом вот памятник Марксу по конкурсу я выиграл. Из глыбы огромной тоже хотели выворотить это, но такую глыбу никак нельзя. Он стоит на месте, где Ленин положил первый свиток памятнику Марксу. Это Ленин положил тогда. И на этом месте вот сделали. Некоторые хотели, чтобы я его поставил, снял этот фонтан, и так далее. Я говорю, как мы можем снимать произведения великого мастера. Ну и вот, значит, это все. А на завтра мы начали уже работу с другой организацией, чтобы поднимать эту ткань. Значит, сделали сначала фундамент на том месте, где Ленин закладывал памятник. Это мощный фундамент, потому что под ним метро там. Потом возвели, наконец, этот фундамент. И начали поднимать утречком рано, через несколько дней. Значит, такой сделали ошейник металлический. И, значит, полиспасами тянули, тянули, тянули. Как он только встал, все заорали. Вот да! Я должен был к съезду сделать. Это минимум, максимум. Это два с половиной, три месяца. Ну, у меня были резчики, которые помогали оболванивать все. Голову и руки делал я сам. Они только подгоняли это дело, и я потом... Восекая был тогда здоровый мужик, несмотря на хребет свой. У меня были приступы вот с позвоночником всю жизнь. Но так, как сейчас... Ничего, когда это профессиональный, когда ты знаешь, что тебе надо делать, и когда кругом стоят и смотрят, и еще тебе помогают тем же... Ну, ты не в эту сторону, чужие люди совсем. Ты давай что-то глаз ты еще не делай. А я еще пока сделал один глаз, а другой... А что ж ты слепого делаешь? Кристос.